Севастополь В течение сегодняшнего дня запустим все объекты теплоснабжения, возобновим подачу тепла, потому что еще и теплоноситель в сетях, и никакой критичной сложности для этого нет. Движение транспорта через село Поворотное закрыто до 13 апреля. Об этом сообщает прислужба правительства Севастополя. Ограничение вводится в связи с проведением дорожных работ по восстановлению полотна на участке. Напомним, после разрушения и оползнем основной трассы Севастополь-Симферополь, движение автомобиля организовали по дороге через село Поворотное, которое давно требовало ремонта. Реконструкция и асфальтирование объездной дороги должно завершиться в течение трех дней. Соответствующее поручение глава города Дмитрий Владимирович Овсянников дал на аппаратном совещании правительства Севастополя. Возобновят движение по участку в четверг с 6 часов утра. Временное ограничение движения введено также по Севастопольскому городскому кольцу. В связи с началом ремонта дороги в зонах проведения работ автомобили будут двигаться по одной полосе. Ограничат также остановку и стоянку машин. Руководство города обращается к жителям и гостям Севастополя с просьбой по возможности воздержаться от посещения центрального кольца на личном транспорте, не создавать заторов, оставляя машины в зоне дорожных работ. Завершить ремонт полотна от площади Суворова до площади Лазарева планируют к 1 мая. Сами не летаем и другим не даем. Таков неофициальный девиз войск противовоздушной обороны России, бойцы которого отмечают свой профессиональный праздник во 2 воскресенье апреля. Дата установлена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. В честь праздника в Севастопольском культурно-информационном центре провели торжественное мероприятие. Их профессия небо защищать. Военнослужащие говорят, боевым крещением для войск противовоздушной обороны стала Великая Отечественная война. В битвах над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге немецкая авиация понесла большие потери. За время войны было уничтожено свыше тысячи танков и более полутора тысяч орудий. Кроме того, противник потерял более 7,5 тысяч самолетов. И сейчас военнослужащие этих формирований несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, ведут разведку противника в воздухе и оповещают прикрываемые ими войска. В задачи также входит уничтожение средств воздушного нападения противника в полете. Необходимость противовоздушной обороны, говорит статистика, что средства разведки НАТО и других иностранных государств имеют огромный интерес к полуострову Крым после крымской весны. Интенсивность растет с каждым годом. В прошлом году, если вдоль берегов Крыма летало 163 самолета разведчика, беспилотных летательных аппаратов, то за три месяца этого года уже 55. Это говорит о многом. Лучших военнослужащих войск ПВО наградили благодатственными письмами от губернатора Севастополя и законодательного собрания города. Сегодня мне приятно отметить, что вы, дорогие товарищи, встречаете свой профессиональный праздник с хорошими показателями в боевой подготовке, в изучении и освоении оружия и боевой техники. Хочу выразить слова огромной благодарности за ваш самодержанный труд и пожелать новых успехов в охране рубежей нашей великой Родины, великой России. Хочу поздравить, в первую очередь, ветеранам и сказать, что, возможно, ветераны воевали уже не на том супероружии, которое мы имеем сейчас. Я уже сейчас некоторые образцы не узнал, то, с чем я воевал, но уже устарел. Но как раз вынесли бы к относительной традиции ветеранам бесценно. Ну, а всем здесь присутствующим, членам семьи, желаю здоровья и мирного неба над головой. И чтобы вы защищали это небо так, чтобы ни одно средство возложено на нападение, не рискнуло взлететь в зону вашей ответственности. Но если кто-то рискнуло, чтобы полет был прекращен, то есть проведение границы зоны параллельно. Кроме того, на площадке перед зданием культурно-информационного центра в честь праздника возвернули выставку военной техники. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетный комплекс «С-300», командно-штабная машина, радиолокационная станция, всевысотный обнаружитель. С этими и другими видами вооружений противовоздушной обороны мог познакомиться любой желающий. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Россия – родина моя. Юнормейцы гимназии номер 24, вокальный ансамбль «Золотые эполеты» Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова выступили на одной сцене. Совместный концерт, организованный региональным отделением Всероссийского детско-юношеского движения «Юнормия», прошел в доме офицера флота. В программе концерта – вокальные номера, стихи, танцы, инсценировки. Плоды своего творческого труда – всего около 30 номеров – юнормейцы и курсанты представили ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим Черноморского флота, жителям города. В ряды юнормии я вступил 12 марта 2017 года на ракетном крейсере «Москва» по причине того, что мне нравится продвигать авторитет и мощь своей гимназии, мне нравится быть патриотом своей страны, мне нравится участвовать в военно-патриотических движениях, таких как «Рубеж» и «Зорница». Этот ансамбль существует практически три года, я пою в нем полтора года. Пение – это как бы хобби. На первом месте стоит все-таки военная служба. Со сцены звучали песни и стихи о мирной жизни и о войне, о любви к родине. Песня «Крылатая птица» смелых вскликает в поход. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. За землю родную, за святую веру, Собирал ручину Владимир-нязь. Для школьников и курсантов участие в концерте – это один из способов самовыражения, раскрытия талантов. Тематика произведений помогает воспитывать уважение к истории и традициям родной земли. У нас еще в программе и шлюпочные соревнования. То есть у нас по плану очень много мероприятий, которые будут после этого концерта. У нас еще концерты 9 мая. У нас еще соревнования спортивные. Одним из основных направлений подготовки юнормейцев видим пропаганду здорового образа жизни, участие их в спортивных мероприятиях, развитие военно-прикладных видов спорта, а также технических видов спорта, чтобы дети учились своими руками создавать будущее нашей страны. На сегодняшний день движение «Юнармия» в Севастополе насчитывает уже более 2000 студентов, школьников и курсантов. Евгения Переплеснина, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя. Севастопольские театры принимают участие в высшей театральной премии «Крыма. Золотой грифон». Сейчас проходит этап показов репертуара. В субботу члены жюри посетили Севастопольский академический театр танца, который представил на конкурс хореографический спектакль «Кабаре-экспресс». В постановке задействована вся труппа. Это больше 50 артистов. По завершению показов в театрах, которые участвуют в премии «Золотой грифон», экспертный совет определит победителей в более чем 10 номинациях. На последние приготовления 5 минут. Прическа, грим должны быть идеальными. Движения отработаны под музыку с точностью до секунды. Перед выходом на сцену важно проверить, все ли костюмы на месте. За одно выступление артист может переодеться до пяти раз. Помимо того, что много костюмов, еще очень много аксессуаров. У нас разные шляпки, перчатки, маски. То есть сложность еще в этом. А переодевания достаточно быстрые. Вот в нашем блоке есть номер «Индия», где меня переодевают по время номера за кулисами. Помогает мне 4 человека, потому что сама я справиться не могу. Тон всему спектаклю задает первый выход артистов на сцену. Хореографический спектакль «Кабаре-экспресс», основанный на трех культовых киномюзиклах, а «Кабаре» выносит на суд не только публики, но и строгого жюри. Постановку показывают в рамках высшей театральной премии Крыма «Золотой грифон». Она проходит уже во второй раз. В этом году в творческом конкурсе принимают участие театры из Севастополя, Симферополя, Евпатории, Феодосии и Ялты. Конечно, нашему жюри будет сложно сравнивать драматическое искусство с хореографическим. Но балетных театров, хореографических в Крыму, наверное, два. Музыкальный театр, таких профессиональных, и мы. Но проводить фестиваль для двух коллективов, конечно, неправильно. Поэтому мы все идем в общие номинации, как одна большая семья. Севастопольский академический театр танца борется за победу в номинациях «Лучшая хореография» и «Музыкальное решение». Соревнуются артисты и за лучшую женскую и мужскую роли. «Исполняю главную мужскую роль. Я являюсь бедным писателем по сюжету, который влюбляется в главную куртизанку Парижа, солистку известнейшего кабаре «Мулин Руш». Но и она влюбляется в меня». Победителей в каждой номинации определят путем тайного голосования члены экспертов. В него входят деятели театрального искусства, ведущие театроведы и журналисты «Полуострова». Анна Леготина, Виталий Коломеец, информационный канал «Севастополь». К новостям спорта. Футбольный клуб «Севастополь» одержал уверенную победу над феодосийской кафой со счетом 4-1. Встреча состоялась на стадионе СКС в рамках 19-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Счет под занавес первого тайма открыл лучший бомбардир нашей команды Евгений Прокопенко. Этот мяч для севастопольского «Галеодора» стал уже 12-м в нынешнем сезоне. На 69-й минуте еще один форвард-хозяев Ридван Османов закрепил преимущество. Спустя 10 минут Алексей Яблонский сделал счет крупным 3-0. В конце встречи соперники обменялись результативными действиями. Сначала кафа отыграла один гол, а Ридван Османов в добавленное время оформил дубль и установил окончательные цифры на табло 4-1. В очном противостоянии двух главных конкурентов Севастополя в борьбе за победу в турнире Крымтеплица в родных стенах с минимальным счетом одолела ТСК «Таврию». Теперь после 19 туров команда из поселка Молодежная идет на первом месте, имея в своем активе 40 очков. На один балл от них отстает ТСК «Таврия» на два футбольный клуб «Севастополь». Вопросы по командной игре. Мы подбирали мячи в центр поля, выиграли подборами. Хорошая игра. Мы достаточно сейчас уже солидно выглядим на поле, но уверенность иногда и показы. Но на поле видно, что они переигрывают и хочется, чтобы не теряли моменты и преимущество хотя бы для начала делали для взятия ворот или удары по воротам. В матче 20 тура премьер-лиги футбольный клуб «Севастополь» в гостях встретится с командой, замыкающей турнирную таблицу КФУ «Бахчисараем». Матч состоится в субботу, 15 апреля. Начало игры в 16.00. 82 атлета из разных городов Крыма приняли участие во втором турнире «Инкерман» по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в спортзале 12-й общеобразовательной школы по версии WRPF. Первые места в жиме штанги лёжа завоевали инкерманские спортсмены из клуба «Юг». Победителям вручены кубки и призы. Второй раз в «Инкермане» состоялся всекрымский турнир в двух дисциплинах пауэрлифтинга – жиме штанги лёжа и силовой тяги. 82 атлета из Симферополя, Севастополя, Феодосии, Ялты, города Саки, Инкермана соревновались, представляя Крымскую ассоциацию силовых видов спорта по версии WRPF. Организатор массового мероприятия – администрация города Инкерман. Этот турнир проводится второй раз. Надеемся, что он станет ежегодным. В этом году у нас на 30% участвует уже больше ребят, молодёжи, нежели было в прошлом году. Об этом нам сказало судейство. Ребята приехали со всего Крыма. Надеемся, что этот турнир станет знаковым и для всего города, и для Инкермана в том числе. Потому что Инкерман когда-то был кузнецей физкультуры, кузнецей кадров спортсменов. Четверо пауэрлифтеров из инкерманского клуба «Юг» выступили удачно, победив и установив личные рекорды в жиме штанги лёжа. Прежде всего, это Лилёки Николаев с автоэкипировки, которая пожала 282 килограмма. Это большие цифры, это всегда тяжело. Вторая – это Каличенко Юлия, также моя подопечная. Она пожала 87,5 килограмм. Для девушек это очень большой результат. Ну и также дебютировал на этих соревнованиях Настя. В первые соревнования, пожалуй, 45 килограмм. Я доволен очень. Все подопечные, молодцы, все справились. В Инкермане только один атлетический клуб, в котором тренируются более 60 ребят. Уже есть первые успехи в играх с металлом, победителям кубки и призы. Я выступал в движении жим штанги лёжа в облегчённой экипировке. Результат ему состоял 282 килограмма, что является на более 20 килограмм при решении норматива мастер спорта международного класса по Крымской ассоциации силовых видов спорта. Турнир наш проводится второй раз. Второй раз обычно бывает хуже, но в этот раз он намного лучше этот турнир проводится. Инкемран всегда был кузницей спортивных кадров. Молодёжь добивается высоких результатов, пауэрлифтинга, гребли на байдарках и каное, боксе, футболе, шахматах и шашках, волейболе. Остр стоит проблема с ремонтом и строительством спортивных баз. Молодёжь любит и активно занимается физкультурой и спортом. Владимир Милианский, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. И на этом пока всё. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин